Добрый день! Сегодня я хочу показать вам несколько вариантов рисунка обычным лаком с помощью иголки. Первый рисунок будет на белом фоне. Для начала мы просто покрываем ноготь лаком. Не спешим, стараемся аккуратно, потому что с помощью ацетона потом не всегда возможно удалить неудачные пятна лака на пальчиках, на кутикуле. Первый слой делаем тоненький, после макаем кисточку в лак еще раз и повторяем движения, но делаем лак более жидким, чтобы легче получались разводы иголочкой. Вот как-то так. Следующий я буду использовать красный лак. Варианты, возможно, разные. Красным лаком проводим несколько полосочек. 2-3 штучки. Я проведу 2, проведу 3 штучки, мне так проще. Ну, а там уже кому как больше нравится. Слишком много красного лака не стоит брать, потому что на фоне жидкого белого он будет растекаться и рисунок будет выглядеть некрасиво. Так, 3 полосочки готовы. Берем иголочку. Возможно, зубочисткой, но зубочисткой будет не так тонко. И начинаем проводить. С правого угла в левый. Я делаю горизонтальные полоски, но вы можете сделать вертикальные. Как вам удобно, как вам больше нравится. Не спеша, аккуратненько размываем рисуночек. Можно делать более тоненькие полосочки, близко друг к другу. Можно делать более дальние. Вот такой вот незатейливый рисунок получается с помощью двух цветов и одной иголочки. Второй вариант рисунка я хочу сделать на темном фоне, поэтому выбрала вот такой вот бордовый цвет. Наносим бордовый лак на ноготь, тоже тонким слоем, аккуратно, чтобы не покрасить кутикулу и боковые подушечки. В этом случае я хочу сделать небольшой тоненький рисунок сбоку, поэтому на боковую часть наношу немножко больше лака. И возьму все тот же белый, чтобы было видно на контрасте лак. Сделаем несколько небольших точечек. И вернемся к нашей иголке. Итак, для начала можно провести одну вертикальную полоску. Ну, а после, чтобы рисунок получился более интересным, размывайте так, как вам нравится. Такой вот рисунок получается в варианте бордового и белого. Итак, а третий вариант будет более веселым, белым и розовым, так как скоро весна. Хочется чего-то яркого, чего-то интересного. Уносим основу белый лак. Берем ярко-розовый, ну или любой, какой вам нравится. И ставим точечки только на этот раз в паотичном порядке. Так, как вам захочется. Можно добавить в серединку розовых немного белых точечек. Так будет смотреться интереснее, немного граней. Берем иголочку. И растягиваем узорчик так, как вам это хочется. Получается вот такой вот узорчик. В своеобразный, интересный бордовый цвет. Наносим бордовый лак на ноготь. Тоже тонким слоем, аккуратно, чтобы не покрасить кутикулу и боковые подушечки. В этом случае я хочу сделать небольшой тоненький рисуночек сбоку, поэтому на боковую часть наношу немножко больше лака. И возьму все тот же белый, чтобы было видно на контрасте лак. Сделаем несколько небольших точечек. И вернемся к нашей иголке. Итак, для начала можно провести одну вертикальную полоску. Ну, а после, чтобы рисунок получился более интересным, размывайте так, как вам нравится. Такой вот рисунок получается в варианте бордового и белого. Итак, а третий вариант будет более веселым, белым, белым и розовым, так как скоро весна. Хочется чего-то яркого, чего-то интересного. Наносим основу белый лак. Берем ярко-розовый, ну или любой, какой вам нравится. И ставим точечки только на этот раз в паотичном порядке. Так, как вам захочется. Можно добавить в серединку розовых немного белых точечек. Так, будет смотреться интереснее, немного граней. Берем иголочку и растягиваем узорчик так, как вам это хочется. Зубочистка, но зубочистка и будет не так тонко. И начинаем проводить. С правого угла в левый. Я делаю горизонтальные полоски, но вы можете сделать вертикальные, как вам удобно, как вам больше нравится. Так, не спеша, аккуратненько размываем рисуночек. Можно делать более тоненькие полосочки, близко друг к другу, можно делать более дальние. Вот так вот. Вот такой вот незатейливый рисунок получается с помощью двух цветов и одной иголочки. Второй вариант рисунка я хочу сделать на темном фоне, поэтому выбрала вот такой вот бордовый цвет. наносим бордовый лак на ноготь. Тоже тонким слоем, аккуратно, чтобы не покрасить кутикулу и боковые подушечки. В этом случае я хочу сделать небольшой тоненький рисуночек сбоку, поэтому на боковую часть наношу немножко больше лака и возьму все тот же белый, чтобы было видно на контрасте лак. Сделаем несколько небольших точечек и вернемся к нашей иголке. Итак, для начала можно провести одну вертикальную полоску, ну, а после, чтобы рисунок получился более интересным, размывайте так, как вам нравится. Такой вот рисунок получается в варианте бордового и белого. Итак, а третий вариант будет более веселым, белым, белым и розовым, так как скоро весна. И вот, конечно, хочется чего-то яркого, чего-то интересного. Наносим основу.